Рыбалка Рыбалка Я думаю, что Андрей умеет ловить всеми Известными нам способами Меньше нахвостом Все остальное он может Особо не углубляясь в историю поплавочной удочки Спортивной Не объясняя правил, потому что кому интересно Тот уже давно знает Кому не интересно, мы его все равно не увлечем правилами Это скучные, сухие, шершавые Цифры и буквы плаката Но тем не менее Год 2009, чем он ознаменовался Чем он был удивителен Что в нем было плохого И тут же переходим в мае 2010 И начинаем ловить рыв Я думаю, одно из самых Значимых событий в прошлом году Это Было выступление нашей сборной Сборной России по плавочному спорту Плавочной ловле На чемпионате мира В Голландии Сказать, что мы Сильно удивили всех В том числе и себя Это, наверное, ничего не сказать Мы сами были в шоке В шоке были наши соперники Наши болельщики И прочее Я в счисле был Дело в том, что после первого тура Сборная России Уверенно лидировала На чемпионате мира С очень небольшим отрывом Но тем не менее Лидерство было С отрывом от ближайших конкурентов А дальнейшие были Очень далеко К сожалению На втором туре Немножко с тактикой У нас не сложилось Сказать, что она была неверной Неправильно Сказать, что надо было Что-то сделать по-другому Тоже, наверное, неправильно То есть потенциально Сборная сейчас Очень сильна В принципе Может выступать Очень хорошо Очень сильно Есть спортсмены Которые Скажем так На очень хорошем Мировом Высоком уровне Я уже не говорю О Игоре Потапове Чемпионом мира Действующим Чемпионом мира И Скажем там Илья Якушин Олег Садомцев Он, правда, не участвовал На последнем чемпионате мира Но, тем не менее Класса Он же чемпион Европы Теперь уже, к сожалению Экс-чемпион Да Да Он чемпион Европы В командном зачете И Третье место Он занял на чемпионате Европы Позапрошлом году В Чехии И Вот эта вот команда Она создавалась Достаточно трудно Не просто Но там нет случайных людей То есть там люди По-настоящему Увлеченные рыболовным спортом До той степени Буквально фанатизма Что готовы Свои же деньги Там от семьи От дома Отрывать Вкладывать их В рыболовный спорт Который Ну, на данный момент У нас не приносит Никаких дивидендов Кроме Моральных Да, моральных К сожалению Андрей, я Предполагаю Предполагаю Гостем твоего уровня Профессионализма И понимания Спортивной рыбалки Объяснять Что не рыба Единая Что есть что-то Такое Что должно Еще добавлять Энное количество Адреналина В кровь Скажи мне И в первую очередь Нашим зрителям Нашим коллегам Кстати По рыбалке По влечению Ну вот Извини за грубость Ну нафига мы с тобой Пришли в рыболовный спорт И остались в нем Навсегда Вот что такое Есть в рыбалке Мы перейдем К темам В дальнейшем Мы обязательно будем Говорить о проблемах О недостаточном финансировании О том Как комплектуется команда Об основных соперниках Но вот сейчас Пока я поймал себя на мысли Что кто-то Обязательно сейчас сказал Опять он привел Спортсмена Нам это не нужно Не интересно Может быть Ты объяснишь Зачем мы это делаем С тобой И что от нас Получают любители Конечно очень трудно Вот так вот Двух словах Сказать зачем Наверное Это просто новый уровень В рыбалке То есть Если в обычной рыбалке Человек Соревнуется Прежде всего С рыбой Поймает Не поймает То здесь Качественно новый уровень В том плане Что уже соревнование Идет с соперником Который так же Мыслит Так же Может какие-то Тактические приемы Сделать Ничуть не хуже Владеть снастями И вот это вот Уже Чувство Что обловил Оно совсем по-другому Чувствуется Это как на обычной рыбалке Вы приехали с приятелем Он поймал чуть меньше Вы поймали чуть больше Да У вас Моральное Какое-то удовлетворение Оно чуть больше Пускай вы там Наловили по горе рыбы И дай бог Его выпустили Все Но тем не менее В спорте Это Еще больше чувствуется Потому что Соперники очень сильные Они все очень высокого уровня И соответственно Достичь вот этого уровня Это уже что-то Согласен А тогда Опять же Прежде чем мы перейдем К каким-то серьезным моментам Другим Хотя впрочем То о чем мы говорим Уже Очень серьезно Скажи мне пожалуйста Вот Наш зритель Василий Степанов Из города Сыктывкара Ему 14 лет 13 лет Он еще не ушел Что называется По уши в компьютер Он вполне здоров физически Ему интересно на рыбалке Что он должен сделать Чтобы в конечном итоге Прийти к тебе Сборную команду России Ну наверное Самое главное Это любить рыбалку Любить природу Рыбалку И Может быть Какое-то желание Не останавливаться На том уровне Который у него есть А постепенно Расти 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 И собственно говоря Так и приходят люди И в спорт Вот тот же пример Игоря Потапова Он же Вполне В взрослом возрасте Да Даже Скажем так Напомню Чемпион мира Действующий Да В солидном возрасте Пришел рыболовный спорт До этого почти всю жизнь Увлекался рыбалкой Его папа Привел на рыбалку И тем не менее Вот у него На каком-то этапе Произошел Такой же вот скачок Ему стало неинтересно Ловить рыбу Он стал соревноваться С другими И вот Пожалуйста Результат Согласен Каких-то 5-6 лет Друзья мои Я понимаю Что не ответили мы На вопрос Который я задал Андрею И продолжаю задавать себе Уже на протяжении 27 лет Пребывания в рыболовном спорте Но все-таки Я прошу вас Когда вы Вычитаете все Что нужно в статьях Андрея Каштанова Когда вы просмотрите Все наши программы Станете ловить рыбу еще больше Будете ловить уже тоннами Задумайтесь Зачем это нужно Ловите столько Сколько вам нужно А все остальное Отпускайте раз А во-вторых Главное Задумайтесь О том Что рядом Есть такой же Интересный человек Как и вы У которого есть Свои мысли Как правильно Сказал Андрей Который обладает Тем же Наверное Количеством знаний Но погашего Может быть Чуть там меньше Чуть больше вашего Попаритесь с ним Попробуйте Что это такое Попробуйте обловить его В честной Равной борьбе Когда у вас равные условия Равное количество Прикормки Равное количество Крючков и насадок То есть Это правда интересно Ну все Эту тему закрыли Хотя она бесконечна Но тем не менее Сегодняшний день Сегодняшняя жизнь И каковы на твой взгляд Перспективы Сборной нашей Остаются ли по-прежнему Те же самые соперники Мы не раз с тобой Об этом говорили Понятно что это Англия Понятно что это Франция Италия Бельгия Но тем не менее Какие-то изменения Пришли Кто-то стал этим заниматься Кто-то может ушел Из большого спорта Я имею ввиду Как зарубежные команды Так и внутри Твоей сборной команды Точнее сборной команды Российской Федерации Изменения Безусловно Есть Но они не очень сильные Они в мировом спорте Там достаточно сложившаяся Устоявшаяся ситуация И вот В чем был Была необычная ситуация Что сборная России Вдруг Там промежуточное Первое место заняла Что в рыболовном спорте Редко бывают Ситуации Когда что-то происходит Неожиданно Как правило Это происходит На протяжении Многих лет Когда какая-то сборная Потихонечку Начинает расти Подтягиваться В первую очередь Судя по всему Это зависит От ситуации в стране То есть Если в стране Начинает развиваться Рыболовный бизнес Рыбалка То и спорт Подтягивается Взять ту же Англию Ту же Францию Бельгию Безусловно Национальный спорт Вид ловли Вид отдыха Рыбалка Это один из ведущих А у англичан А у англичан Например После футбола Второй По популярности 12 телеканалов Вещают рыбалки Помимо репортажей На федеральных Да Соответственно И общая масса Рыболовов Она огромная Из этой массы Естественно Спортсмены Которые занимаются Спортивной рыбалкой Помимо любительской Они находятся В очень жестких условиях И поднимаются Самые лучшие Соответственно Конкуренция там Очень сильная У нас Этого пока нет У нас есть Порядка 10 Регионов России Которые Культивируют Рыбаловный Поплавочный спорт Основные Конечно Это Москва Санкт-Петербург Краснодар Ростов Ростовская область Немножко на Волге Скажем там Саратов И Остальные регионы Близкие к Москве Липецкая Например Область Воронежская Ярославская Ярославская Краюшком Да Кто-то Сейчас Немножко выше Кто-то Немножко похуже Это больше Зависит От ситуации Непосредственно В самом регионе И в целом По стране Получается В целом По стране Да Ситуация Больше всего Конечно Экономическая Зависит То есть Можно было Видеть Что До За прошлого года Даже до Прошлого года Как-то Все было На подъеме В том числе Рыболовный спорт Было Финансирование Причем Вполне Достаточно Для поездки Сборной Многие Спортсмены Участвовали В соревнованиях Прошлый год Конечно Подкосил И в том числе Рыболовный спорт Ситуация Такова Что Вот Первый Звоночек Прозвенел На чемпионате Мира Когда поехали За свои деньги Спортсмены Большая часть Своих денег Была заплачена В этом году Ситуация К сожалению Еще хуже На чемпионат Европы Финансирования В принципе Не будет На чемпионат Мира Ну Попробуем Что-то найти Но К сожалению По всей видимости Ситуация Будет Очень плохая Ну Ситуация Будет Плохая Ровная И потому Что Экономическая Общая Составляющая В стране Не самая Сахарная Безусловно Потому что Вот я Совсем недавно Встречался С Эдуардом Бендерским Председателем Росохот Союза Понимание Есть Желание Есть Помогать Но Нет возможности Желание Огромное На 2011 С одним Из ведущих Нефтяных Операторов В России Подписано Скажем так Достигнуто Трастовое Соглашение Пока По рукам Ударили Но Документы Пока Не подписаны То есть Движение Есть А вот К сожалению Такой год Может оказаться Таким Весьма Сложным Но Ведь Есть еще Одна Проблема Ну Во-первых Количество Инициативных Людей В любом Направлении Оно Невелико Энтузиастов Которые Могут Даже За деньги А Действительно Реально Хорошо Дело Дело Не так Уж И много Какое Направление Не возьми Хоть выпиливание Лобзиком Хоть там Свиноводство Хоть Я не знаю Хоккей Не так Много Это раз Но Здесь же Кроется Еще одна История Нет ли Разрыва Между Элитой Рыболовного Спорта Ну так Условно Это назовем То есть Понятно Что в поплавочной Удочке Где конкуренция Вроде бы Должна быть Мощнейшей Но ее Никогда Не будет Такой Никогда Не говори Никогда Но ее В ближайшее Время Не будет Такой Как Скажем В той же Спортивной Воле На мормышку Это просто Невозможно Потому что Мормышечники Первая Тридцатка Это считай Вот из них Кого не составь Только нормально Подойди к процессу И можно Выступать На самом Высоком Воле Да Это А может быть Даже и 40 Спортсменов Потому что Последний Чемпионат России Показал Удивительные Совершенные Вещи Но об этом Как-нибудь В следующий раз И уже Ближе К следующей Зиме Но тем не менее Вот нет Такого Мощного Разрыва Между Скажем Первыми Пятнадцатими Из которых Ты как правило Собственно И собираешь Отборы И попадают Спортсмены Ну 15-20 Пускай И остальным Рыболовно-спортивным Миром А соответственно И с остальными Любителями Рыбалки Коим Не с числа Разрыв Если он и есть Он скорее всего Есть между Скажем Примерно Пятеркой Семеркой Десяткой Спортсменов Действительно Высочайшего уровня Даже Мирового Да Даже по мировым меркам И Остальное Скажем так Массы спортсменов Он не сказать Что качественный То есть Он не на порядок Но он есть Любой В принципе Может Потренировавшись Там Уперевшись И за пару Тройку сезонов Достичь этого уровня И в принципе Такие примеры есть А вот Скажем Разрыв Самой сборной Ну в общем То тоже чувствуется Есть Несколько Лидеров сборной Которые буквально Как тепловоз Тянут Все остальные Вагоны За собой Есть Люди Ну скажем так Немножко послабее Но при определенных условиях Они сделают Конечно максимум Все что возможно Выступят Ничуть не хуже И естественно Приложат все Свои усилия Для хорошего выступления Послушай Ну вот мы Перед эфиром Когда Студия готовилась К работе Что называется Мы с тобой даже Говорили о том Что в принципе Коэффициент полезного действия Спортсменов Рыболов И поплавочников И спингистов И мормышников И даже Карпятников Которые пока Звезд Что называется С неба Не хватает Просто в разы выше Чем у любого вида Спорта Который существует В стране Если посмотреть Отчеты После Ванкуверской Олимпиады То я понимаю Что после драки Понимаю Что хорошо У телевизора Там говорить Ну эти вообще Не выложились А эти не добежали А эти вообще Вчера в баре Просидели целый день Понимаю Что не совсем Все так Но тем не менее Если бы к нам Пришли такие деньги То я даже Не представляю Что могло бы быть То у нас За звание Чемпиона мира Боролось бы Там 40 человек В личном зачете Дай бог бы Да нет Это моими устами Мед Это бесполезно Такого не будет Видимо никогда В принципе нам ведь Нужны копейки По меркам Абсолютно Другого ли вида спорта Любого Практически Да Это действительно Это не те деньги О которых даже Можно разговаривать А КПД сумасшедшие Ну я не знаю Там поплавочники Регулярно В десятке Уже не обсуждается Седьмое Восьмое место Сто процентов Мы уже занимаем А то бах И чемпионы Да А то нет Выскочили При стечении обстоятельств Понятно что надо Еще подниматься Морочники Без призов Не остаются Либо чемпионы Вот сейчас там Последняя бронза была В личных зачетах У нас серьезные показатели Спингисты Просто там Один раз Не попали в призы Вообще За последние 7 лет Ну Даже удивительно По басу Которую казалось бы Чемпионы мира По басу У нас ни одного баса В стране Только где-то там В их теологическом музее Там Я не знаю Чучело стоит Или как там Это правильно называется Ну хорошо Не знаю Не знаю что будет И сам стараюсь И всех коллег своих Заставляю Вот Одну секунду Я все-таки Даже про тенденцию Скажу Где-то Начало 2000-х годов 2000-2001 год Помнится Была задача Основная Это не провалиться Ниже последней трети Да-да-да До этого у нас было Что не последнее место Уже призовое А потом пошел Резкий рост Причем Рост настолько резкий Что мы даже Очень сильно удивили Скажем Тех же французов Которые несколько лет назад Еще не рассматривали нас Там Как даже потенциальных Конкурентов Да-да Сейчас они уже Очень вежливо К нам относятся И Я даже не побоюсь Этого слова сказать Чему-то пытаются учить Учиться у нас Ну а почему нет И мне приятно Когда ты об этом говоришь С гордостью Однако меня смущает Знаешь какой момент Вот мы говорили Про Юношу 12-14 лет Конечно же Его родителей Наверняка Будет останавливать У нас нет школы За которую нужно Платить большие деньги У нас нет фитнес-клубов Которые надо платить По полторы тысячи Там долларов За вступление У нас есть То Что Заставляет Человека Задуматься О хлебе насущном Но Ведь ребят Специально Андрея Каштанова Сейчас попрошу Огласить Сумму Которую В принципе Вложив Но при этом Регулярно После этого Еще извините Тренируясь В принципе Достаточно Для того Чтобы ловить На очень приличном уровне Ведь эта планка Там С 10-15 тысяч долларов 2000 года Ведь она Упала Да Причем Очень сильно Цены Резко Снизились И товара Стало Много Доступного Есть вещи Которые Можно То что раньше Стоило Там Какого-нибудь Горболина Там Тысячу Причем Невозможно Было В принципе В России Купить Так точно Еще нужно было Там Переплатить За самолет За такси За все прочее Еще кого-то Попросить Теперь в принципе Это стало Вполне доступным Скажи Андрей Вот Экономическая Составляющая Понятно что Игрок твоего уровня Поплавочник уровня Ильи Якушина Наверное У него должно быть Все самое лучшее Самое элитное Самое К сожалению Дорогое Пока мы об этом Не говорим Но для того Чтобы ловить Скажем В первых 50 В Российской Федерации Какова сумма Общая затрата Я понимаю Что ты не сможешь Сказать До одного Рубля Ну Вот приблизительно В какую сумму Можно уложиться Чтобы был нормальный У тебя пост Нормальный штекер Нормальные Два-три Этих самых Мочевки Сумма На самом деле Она сопоставима С любительским инвентарем Скажем Гранолыжника Это Где-то Порядка 20-30 Тысяч Рублей Это Штекер Начального Уровня Простенький Ящик И Расходники Типа Поплавков Крючков И прикормки На соревнования Это минимум В одну тысячу Американских Доллар Можно уложиться Да Я бы задумался Скажем Многие Спортсмены Из регионов Даже в меньшую сумму Вполне укладываются Разными способами Например Покупая снасти БУ Что не есть Например Очень плохо А для развития Наоборот Это лучше Если Скажем Взять Средний уровень Московского Спортсмена Ну это Где-то Тысяч Десят Сто В принципе После этого Ты тратишь Только на расходники И на прикормки Это тоже Большие суммы Мужики Я все прекрасно понимаю Но они сопоставимы С обычной жизнью Это сумма Которая Даже не тратится Единовременно Скажем Штекер Он точно так же Как и любая Рыболовная снасть Он покупается На него ловится Он продается Покупается Следующий То есть Дельта Каждый год Через год Через два Через три Она небольшая Достаточно А он уже Чуть-чуть лучше 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 Даже в силу того Что просто фирмы Их делают Чуть-чуть получше Каждый год Тот же ящик Это Ну Там начинается От десяти тысяч рублей Уже очень хороший ящик На котором Вполне можно выступать Ну вот собственно говоря Ваш покорный слуга На чуть более дорогом ящике Выступает Вполне меня устраивает Действующий чемпион России На одну секундочку Да И Вот все остальные Траты Они в принципе Невелики Мы неоднократно Подсчитывали сумму Которую надо потратить На какие-то соревнования Конечно понятно Что скажем там Спортсмену из регионов Чтобы просто приехать Физически в Москву Надо Доехать До Москвы Боровоз, самолет, бензин Да Бензин Где-то остановиться С прикормкой С насадкой Решить вопросы И скажем Скажем На соревнования Уровня чемпионата России Чемпионата Москвы Это где-то 20-30 тысяч рублей Но если Выкинем отсюда Дорогу Да Выкинем дорогу Выкинем гостиницу И получается Где-то Тысяча-полторы На один день соревнований То есть Скажем там Подъемник на Какой-нибудь город Для горнолыжного спуска Ну Поменьше немножко Но несущественно Вечернее просто пиво Да В кафе Да А если Скажем Взять соревнования Уровня в регионах Это вообще Очень недорого Ну да Люди Даже С очень скромными Бюджетами Вполне Выступают себе Уж если Что называется Совсем жизнь не прижала Вот Могут себе позволить Ловить Я еще помню Времена Когда если ты увидел На берегу человека На ящике Я уж не говорю Там на Ривовском Или Миловском Просто на ящике И он гоняет штекер На усах Да На роликах Ну ты точно можешь Так Один из 20 Кого я знаю Да Теперь Ведь Вполне доступно Едешь Думаешь О Кто-то из наших сидит Ну сейчас я выйду Сам разешевский Хоба А там сидит Обычно Нормальный человек Просто приехал на рыбалку Все у него в порядке И самое интересное В регионах Те же спортивные снасти Они потихонечку Находят своего Рыболова Тот же штекер Например Сейчас вот Из Южного Урала Человек Задал вопрос А как мне Освоить штекер Какие-то начальные знания У него есть По плавку Там очень интересное Слово Рыбалки Но вот тем не менее Это Не Извини за Непотребное слово Сеть Или динамит Это Это спортивные снасти Для удовольствия Для отдыха Ладно, Андрюш Разговор может быть бесконечным Друзья мои Если вам показалось Что Программа неинтересная Значит На самом деле Вы не задумались О том О чем мы говорим Потому что Когда вы ищете Консультацию Вы открываете Журнал А там статья Человека Который Чаще В 98% Случаев Как раз Пришел Из рыбалонного спорта Вы забираетесь В интернет Заходите На какой-то сайт На портале Вы ищите Какие-то сведения Как правило Основные И самые лучшие Рекомендации Дают спортсмены Там конечно Среди нас Тоже есть болтуны Которых лучше не слушать Но в основном Спортсмены Это те самые люди Которые Двигают Обычную рыбалку Вперед Ровно поэтому Ко мне в гости Будут всегда приходить Люди Которые имеют Отношение К спортивному Профессиональному рыболовству Таковым является Наш сегодняшний гость Старший тренер Национальной сборной России По поплавочной удочке Андрей Каштанов Андрей спасибо тебе большое Приходи к нам еще И я обещаю вам Именно эти люди Которые с такой болью И восторгом Говорят о рыболовном спорте Будут вам Рассказывать И о секретах Обычной рыбалки Вот такова сегодня Была главная рыбалка Меня зовут Станислав Радзишевский В следующий раз Будет не менее интересно Счастливо Рассказывать о рыболовном спорте